Это BMW 5 в кузове F10, автомобиль 2016 года выпуска. Я приобрел данный автомобиль на вторичке в 2019 году, 25 июня. Друзья, всем привет! Напоминаю вам, что я веду дневники про этот автомобиль. С одной стороны, кто-то может сказать, что BMW 5 F10, да про нее уже все все знают. Тем не менее, на сегодняшний день вторичка в нашей стране становится особо актуальна. И найти в интернете отдельные видеоролики, видеодневники про автомобиль не так легко. Поэтому в этом ролике я вам расскажу свои наблюдения, поделюсь, сколько за полтора года владения автомобилем я вложил в него денег, общие впечатления за полтора года. Этот сюжет получится краткий, но он будет информативный. Я для этого составил списочек и все вам сейчас детально расскажу. Но прежде чем мы начнем, у меня есть спонсор этого выпуска, буквально 29 секунд о нем. И после чего мы переходим к основной теме выпуска. Друзья, давно ли вы радовали себя и своих близких стильными аксессуарами? А ведь на All Time можно подобрать себе все, что угодно. От крутейших наручных часов до цепочек браслетов и красивых колец. А самые продуманные покупают подарки в All Time к Новому году со скидкой аж до 90%. Я вот планирую купить себе Casio G-Shock. Функциональность, надежность, точность, японское качество. Рекомендую вам. Переходите по ссылочке в описании, выбирайте подарки себе или своим родным. Кликай, а мы продолжаем. Первое, с чего мы начнем, это с цифр. Вот вам интересные наблюдения. Смотрите, автомобиль я купил 25 июня 2019 года. Автомобиль был с пробегом 37 тысяч километров. Мы приехали, осмотрели его, тройная проверка была по автомобилю. Про это все я рассказывал. Человек его хотел продать за 1 миллион 800 тысяч рублей. Я купил его, как вы знаете, за 1 миллион 700 тысяч рублей. Вот если мы посмотрим на сегодняшний день и залезем на авторичку, то я приятно и неприятно удивляюсь. Почему? Просматриваю автомобили исключительно от 2016 года. Это очень важно, друзья, потому что есть незначительные, но изменения. Как минимум, это приборная панель. Здесь она, кстати, полноценно цифровая. До 2016 года она была обычная, там, аналоговая. Соответственно, если вы посмотрите на авторичку, то вы увидите, что сегодня машины в М-пакете продаются по цене примерно 1 миллион 850 тысяч рублей и выше. Самое, что интересно, с пробегом автомобиль может быть 135 тысяч километров, а цена у него 1 миллион 850. Кто-то скажет, выставить цену можно абсолютно любую. Вопрос, по какой цене ты продашь. Кто-то заметит, что есть автомобили от официальных дилеров с пробегом. Ребята, подчеркну, что дилер гарантии ноль абсолютно. Что бы они там ни писали, мы официалы, 750 пунктов проверки. Это все полное «Ж». Вторичка – это отдельная история. Все машины только строго смотреть вживую. Соответственно, купив автомобиль за 1 миллион 700, сегодня у меня пробег 58 тысяч километров. Я смело вот эту тачку реально могу сегодня продать за 1 миллион 950, а то и 2 миллиона рублей. Но вот этот рост цен я отмечаю больше даже не как плюс, а естественно как минус. Казалось бы, 1 миллион 700, а продать можешь дороже, чем ты ее купил спустя полтора года. И некоторые люди, на удивление, этому очень рады. О, я заработал. Ни хрена из нас никто ничего не заработал, потому что вторичка точно так же, как и первичные автомобили растут в цене. Некоторые почему-то этого не понимают. Да, я ее продам за 2, а купить что-то свеженькое, естественно, нужно будет точно так же заплачивать, потому что цены растут везде. Один из частых вопросов, когда я выкладываю куда-то машину, там в сторис там попадает или просто в ролики. Как ты ездишь до сих пор с тонировкой? Получается так, что я уже полтора года езжу и до сих пор с тонировкой. Друзья, ответ простой – чудом. По-честному говорю, чудом езжу с тонировкой. Меня за полтора года ни разу не останавливали. Надеюсь, не остановят. Езжу аккуратно, как правило, езжу мало, сами видите. Бывает очень часто так, что я еду по одной стороне, прям рейд стоит именно на тонировку, все тачки останавливают. А я еду с другой стороны. Иной раз, когда я вижу гаишников где-то на пути, естественно, куда-то бывает срульнешь. А по Москве сейчас в основном камеры везде, и, соответственно, рваться можно, ну, прям целенаправленно на рейд. Поэтому какой-то там ксивы, договоренности, взяток, ничего не делаю. Просто, просто везет. Поговорим про содержание. Купить автомобиль – это одно, его же нужно содержать. Вот эта тема мне нравится больше всего, потому что, когда речь заходит про подсчет денег, всегда появляются люди, которые «Ля, так можно же было купить дешевле!» А здесь можно было сэкономить. Друзья, значит, смотрите, я вам рассказываю. Спустя 8 месяцев после владения я сделал подсчет. По содержанию в автомобиль на тот момент я вложил 165 тысяч рублей. В него входило все. За исключением какие-то дорожные штрафы, оплаты парковок. Естественно, это все отдельно. Мойки – я это не считаю. Я вам даже сейчас ввожу на экран свой комментарий, который на тот момент я писал. И тогда огромная часть людей, я бы сказал, сказали «Ого, купил, там 8 месяцев прошло, уже столько денег вложил, а вот моя ласточка там ездит, никаких хлопот не доставляет». Ребята, я вам хочу напомнить лишь одно. Автомобиль с пробегом. И когда я его покупал, первый владельец, катав на нем 3 года, не делал ни хрена, лишь менял масло точно так же, как и многие. На сегодняшний день к этим 165 тысячам мы добавляем покупка летней резины 56 тысяч рублей, обслуживание техническое было 13 тысяч рублей. Мы его снимали, оно есть на канале. Транспортный налог, покупка ОСАГО. В общем, вот такие вещи, которые нужно вложиться по автомобилю, оплатить, чтобы можно было спокойно кататься. Итого, это получается порядка 260 тысяч рублей я потратил на машину за 18 месяцев владения. А сейчас у нас начинается простая математика. Мы считаем следующее. 260 тысяч рублей я делю на 18 месяцев владения. Получается так, что в один месяц машина высасывает 14 тысяч 444 рубля. Ну, округлим, пусть это будет 15 тысяч рублей. Если мы сделаем следующее, предположим, что резина есть, но бывает так, что люди покупают, летняя резина их устраивает, зимняя резина есть, тогда на 100 тысяч я бы отдал бы меньше. 160 тысяч рублей мы делим на те же самые 18. 8 888 рублей в месяц реально нужно тратить на эту машину. Я катаюсь последние 3-4 месяца, нифига ничего не вкладываю, но в круг получаются вот такие цифры. Думайте сами, дорого это по содержанию, недорого. Факт в следующем, что можно, естественно, дойти до отметки 3-4-5 тысяч рублей в месяц. Здесь все зависит от вас, как вы за своим автомобилем будете ухаживать. Я за ним ухаживаю, вы знаете, очень хорошо. Все мои машины всегда были на кожаных салонах. Ну, либо там кожзам, дермантин, как угодно. Главное, чтобы было понятно. Мазду я купил на ткани, но сразу я затянул в чехлы. Камри была с кожей. Вот это в автомобиле идет ткань Алькантара. Здесь же у меня была такая картина, что я мыл руль. Руль здесь на М рулях, да, вообще на BMW, это такая отдельная история. Он постоянно очень быстро затирается, становится такой глянцевый. Когда вы покупаете новую машину, или вы придете в салон, вы увидите, он такой прям матовый, приятный. И мне нравится, как он выглядит, я его регулярно мою. Когда я мыл, положил тряпочку сюда на сиденье, осталось пятно, соответственно, все, это целый геморрой. Хотя оставил тряпочку буквально там на 10 секунд. Казалось бы, мой косяк, но тем не менее, нужно за тем следить. Соответственно, за машиной я слежу примерно так. Раз в год я ее стабильно отгоняю к Лехе на химчистку. Леха мне делает химчистку салона, полировку кузова, наносит керамику. В этот раз он мне также закатал передние фары бронепленкой. У меня была там пленка, он мне плохую снял, хорошую накатал. Соответственно, сейчас машина, если ее намыть хорошенько, была бы хорошая погода и вживую посмотреть, она реально себя блестит. Особенно на морозе. Соответственно, почему езжу к Лехе? Потому что у Лехе реально низкая цена. Ребята, это даже не воспринимаете как рекламу, это воспринимаете как дружеский совет. Очень много людей к нему обращалось, и 100%, 2-3% есть недовольных. Но такое бывает всегда. Но в большинстве своем все довольны, особенно цене. За все про все, вот за все, 18 тысяч рублей он берет. Можно сделать дешевле, если от каких-то услуг отказаться. Поэтому понимаете, что это для содержания своей тачки цена просто копеечная. Поехали, я вас прокачу. Смотрите, я прекрасно понимаю, что, например, в этом ролике может показаться так, что я прям нахваливаю тачку. Но, конечно, я больше говорю про нее позитивного, потому что она дарит больше позитивных моментов. Такого, чтобы я скрывал какой-то негатив, я его никак не пытаюсь скрывать. Но на самом деле, за полтора года, что я владею тачкой, что-то меня в ней расстроило, напрягло. Пока что такого нет. Минусы, которые для меня есть в этом автомобиле, это только из-за того, что у меня там простенькая комплектация. Мне вот я уже неоднократно говорил, там не хватает бесключевого доступа. Но это все то, за что ты можешь доплатить изначально, и ты все это получишь. Сейчас задают вопрос, ну вот, если помечтать, продал бы ты пятерку, что бы ты себе купил? Друзья, здесь ответа на самом деле два. Это идеальное развитие событий. Если все было бы там, ну или будет хорошо, буду развиваться, буду зарабатывать, с удовольствием себе из седана возьму 530 дизель от G30 комплекта, кузов. Очень машина понравилась, даже за новый там гнаться не будет, естественно, я рассматривать буду вторичку. Это раз. И второй момент, это если там, допустим, для семьи побольше, чтобы жене сзади было удобнее, ребенку было удобнее, это либо X5, либо X6, подчеркиваю, опять же, с пробегом. На сегодняшний день цены растут, как я сказал, не только на новую машину, но и на вторичку, соответственно, вы зайдете, посмотрите, в охренеть какие цены. Вот про BMW, это отдельная история. Одни машину хвалят, говорят, классная, комфортная, надежная машина, а другие рассказывают, о том, ну посмотрите, сколько видеороликов, где машина говно, где машина ломается. Мы катались уже к трем разным сервисам, в разные сервисы, к разным специалистам, которые рассказывали про машину, ее слабые места. Все эти ролики есть на канале. Если вдруг вы присматривались вообще к любому автомобилю BMW, потому что моторы ставятся на разные модели, обязательно перейдите, посмотрите, там все детально рассказано, в чем плюсы дизеля его минусы, в чем плюсы бензина его минусы, какие слабые места есть под капотом, сейчас просто одно и то же пересказывать не нужно. Взвесив всю эту информацию, я могу сказать одно, что меня здесь на сегодняшний день не пугает вообще ничего. Хотя, когда я покупал, я думал, блин, Бэха, вот это стереотипное мышление, все ломается, все дорогое, посмотрев, да, купив машину грамотно, что я мог купить машину покруче, но тогда бы я дал бы больше денег, а я купил так, что у меня запас на нее всегда лежит, поэтому какого-то головняка она мне вообще не доставляет, и я знаю одно, что я купил свеженькую машину, до первых там 100-150 тысяч я покатаюсь, а потом ее спокойно продам. Купил бы я машину с пробегом там 150-170 тысяч неухоженную, и за 20 тысяч бы вложил бы в нее там тысяч 300, ну и что было бы хорошего? Вы мне сами бы писали, то, что ты идиот, зачем ты это сделал, купил там тачку, понятное дело, что купил дрова, еще теперь удивляешься, что в нее вкладываешься. Это вот может быть относиться и к тебе, если у тебя там горит пятая точка, и ты думаешь, блин, она есть лям, но хочется Бэху, не нужно. Подход должен быть адекватный, денег должно быть ровно столько, чтобы ты мог и машину купить, и сразу там, ну, 100 тысяч отдать на содержание с точки зрения того, что намыть, начистить, поменять все жидкости, ну, в общем, привести ее прямо в идеальное состояние. Вы скажете, блондин, ты нахваливаешь тачку, ты говоришь простые вещи, простые истины. Ребята, очень часто мне пишут люди, где присылают объявление, мол, вот, там, нашел Бэху, пишут, как у тебя, F10 2013 года, с пробегом там 170 тысяч, на фотографиях она идеальна, она там вся блестит, намыли, начистили машину, что с ней может быть по состоянию? Понятное дело, что человек с ней хапнет, а потом он будет рассказывать, что вот, спросил совета, сказали, бери, ну, в общем, это отдельная история. Поэтому мой вам совет, если вы хотите купить тачку, готовьтесь ко вторичке, это очень долго, это очень сложно, и думать о том, что вот вам сейчас повезет, и вы все быстро найдете хрен, хрена лысого. Я просто понимаю одно, что это словами тяжело передать, кто с этим сталкивался, тот меня прекрасно поймет. Бизнес-класс. Такие машины покупают в такси, такие машины покупают депутатам, для того, чтобы они катались сзади. Когда я приобретал себе этот автомобиль, я не знал, что буквально через три месяца моя жена меня обрадует, и я стану папой скоро. Она стала беременна осенью. Значит, когда я об этом рассказал своим друзьям, многие мне начали писать, о, седанчик, нужно его продавать. Почему? Потому что багажник будет тебе невместителен. Коляску нужно возить, вещи нужно возить, как ты это все будешь сюда умещать. И когда я подходил сюда, я думал, блин, ну да, коляску, то все, пятое-десятое. Ребята, на сегодняшний день моему ребенку полгода. Я вам могу со всей уверенностью сказать, что для того, чтобы перевозить здесь коляску, места здесь вот столько. Реально, вот столько. Объем багажника там около 500 литров. Факт в том, что в разобранном, в сложном, коляска помещается, люлька вот эта помещается, дополнительные вещи помещаются. Мы иной раз уезжаем в Каширу, суммы к собой набираем там вещей, чисто забивая багажник, все ок. Вот это очень важно, знаете что? Вот эта часть. Потому что крепление здесь спрятано в кожухе. Например, на Тойоте Камри, когда открываешь багажник, у меня она была, там он кажется визуально еще больше. Но там хрень такая, что вот эти части, они открытые. И когда ты загружаешь багажник по полной программе, начинаешь закрывать, все вот эти вот крепежи упираются в твои сумки, в коляску. Здесь же вот ты загрузился, на кнопочку нажал, все, он закрылся. И поэтому я вам могу сказать одно, что на сегодняшний день с точки зрения вместительности я не обламываюсь вообще никак. Это вот важно для всех семейных. Если вдруг вы посматриваете, единственный минус, который будет для вас, это место сзади. Вот сейчас переднее пассажирское кресло настроено адекватно под пассажира. То есть мы его не стали специально двигать вперед, назад. Вот ты садишься, с одной стороны, да, вроде бы места достаточно. Ну первое впечатление. Но я вам скажу так, на дальнее расстояние вот эти спинки, они никак не регулируются. Я прямо на это делаю отдельный акцент. Что если вам много нужно будет ездить в машины, как правило, там, да, те, кто там родили, ну, мамы, там, папы, кто сзади ездит, спина со временем начинает затекать. Здесь, вот на дальнее расстояние, это просто жесть. Мы доезжаем до Кашир, это 100 километров. К концу дороги у жены уже спина затекает. В Камре, например, было гораздо больше места, и там вот сидение чуть-чуть откидывалось назад, и этого было просто более чем достаточно. Здесь же ты сидишь, но ты будешь маяться. А сейчас, когда ты присел, да, вроде бы норм, но, друзья, откровенно говорю, здесь, конечно, маловато. Это тоже нужно учитывать. Пару слов, конечно же, хочется сказать про задний привод. Потому что изначально, когда я машину покупал, я думал, это будет отдельная многосерийка зимой, да, то, что там, опа, выехал на заднем приводе, тут застрял, там застрял, там дискомфорт. Я думал, то, что получится подсобрать какой-то такой материал. Хотя, когда я запрыгивал в YouTube, чтобы посмотреть, там, задний привод зимой забивал. Да, в городах, где очень много снега, где какие-то возвышенности, горки есть, там, возможно, на заднем приводе будет реально дискомфорт зимой. Но там очень много снега. В моих же реалиях Москва, Московская область, задний привод, на удивление, подарил больше позитивных эмоций, нежели чем негативных. Отмечу так, что опыта нужно побольше, чем на переднем приводе. Отличия есть, но их очень сложно рассказать на словах. Вот, иной раз я с друзьями общаюсь, они говорят, ну и что, как вот тебе, Бэха на заднем приводе, она же вроде низкая, вообще расскажи. Они катаются все на японцах, корейцах. У кого-то передний привод, у кого-то полный привод. И я понимаю одно, что мне очень сложно объяснить, например, как работает система курсовой устойчивости. У всех она есть, у всех она срабатывает, у всех срабатывает АБС. Но я говорю, блин, вот понимаешь, это нужно тебе дать машину, чтобы ты вот месяцок на ней покатался, проехал там 3-4 тысячи километров в разных условиях. В хорошую погоду, в плохую, когда каша, когда легкий гололед. Чтобы ты везде ее прочувствовал, тогда ты поймешь. Сегодня я уже понимаю, когда мы едем на скользкой дороге, какую дистанцию мне нужно соблюдать, что будет, если я резко нажму на педаль тормоза или плавно нажму на педаль тормоза. В общем, я это все понимаю. Соответственно, если бы вы мне задали вопрос, ну вот была бы тебе возможность сегодня купить точно такую же, но с полным приводом взял бы, скорее всего, я отвечу нет на процентов 80. Потому что я понимаю, что да, полный привод, он практичный, он где-то лучше, но задний привод, он как-то интересен. Вот сейчас машины так делают, то, что, например, мы смотрели там новую Octavia, у нее есть электро переключения, передач нет. Пошли электрокары, которые садишься, ты не поймешь, что это такое, она ее не слышно, как она едет. Понимаете, пропадает вот эта вот связь с машиной. Вот вспомните раньше, да, ты сел, сцепленница выжил, передачу включил, поехал, у тебя вот эта взаимосвязь с машиной есть, все на кнопках, ты нажимаешь, а сейчас все уходит, сенсорная, роботизированная, куча вспомогательных систем. Вот я, например, никогда не пользуюсь круиз-контролем, а некоторым это прям нравится. Некоторые специально покупают тачки, чтобы там был адаптивный круиз-контроль, чтобы она сама разгонялась, тормозила. Это плюс, конечно, когда ты по городу ездишь, да, там в пробках, она сама там подруливает. Да, это удобнее, как постоянно. Но вот с точки зрения взаимодействия с автомобилем, мне вот серьезно говорю, очень нравится, вот именно сейчас передвигаться на заднем приводе. Хотя я не занимаюсь такой историей, что там пятаки раздаю, но вот даже слегка, знаешь, ты когда заходишь в легкий поворот, чуть газку дашь, ее маленечко снесет, это визуально никак не знает, ты это почувствуешь. Но ты от этого получаешь какой-то, знаешь, такой плюс один. Ну, поинтереснее становится. Поэтому сегодня задний привод для меня сказка. Единственное, чего я могу там побояться, да, это когда прям будет сильный какой-то гололед по трассе и ехать в этот день по трассе. Ну, я просто поеду в другой. Соответственно, такого, чтобы она мне геморрой доставляла, такого нету. А так, сидение спортивное, приходишь, поддержка, да, для ляшечки есть. Сел, настроил под себя, руль удобный. Вот покажи сектор приключения передач. Вот я сажусь в тачку, как правило, настрою все под себя, да, сажусь вот так вот, уберу. Ну, мне нравится. Вот на дальнее расстояние, липкоедем, вот я еду, управляю машиной. На дороге стоит круто. Шумоизоляция отлично, несмотря на то, что здесь дополнительной какой-то шумки нету. Но после японцев, я повторяюсь, но это просто земля и небо. Я сижу в машине, я получаю от нее кайф. Поэтому, друзья, казалось бы, да, там, около базовая комплектация, но вы видите сами, я реально ее хвалю, мне машины нравятся. Поэтому, кто хочет присмотреться, купить, абсолютно к любым немцам, самое главное, изначально, это вот бюджет и найти живой вариант. А на вторичке, я вам сразу говорю, вот этот вот низ рынка, там, миллион 200, миллион 300, это лучше даже не тратить на это свое время. И в завершении я хочу задать вам вопрос. Вот смотрите, F10, там, 15-го, ну, лучше 16-го года, как я сказал вначале, смотреть, можно найти примерно по цене полтора-два миллиона рублей. Вот, плюс-минус подобную комплектацию, либо с М-пакетом, либо просто бизнес. Вот, если не она, на вторичке, да, если мы смотрим, что купить за полтора-два миллиона именно в этом диапазоне, напишите ваше мнение в комментарии, что бы выбрали бы вы. Если это будет новый автомобиль, то какой, если это вторичка, то что бы вы посмотрели и почему, интересно будет почитать. Друзья, я надеюсь, эта серия была интересной, кому-то она была полезной. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет выходить больше роликов на разные темы. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока!